друзья мои дорогие всем здравствуйте с обесцениванием так или иначе в этой жизни сталкивался практически каждый у некоторых этого слишком много и есть в нашем окружении люди которые прям вот много обесценивают прям вот это их ключевая линия поведения обесценивать ведь могут совершенно по-разному могут в принципе критиковать все что вы делаете там или не делаете при том что вы совета не просили могут давать типа добрые елейные советы как вам кого надо воспитывать как вам что нужно там покупать и носить могут намеренно искать минусы в ваших действиях там каким-то образом ковыряться лишь бы был за что вас раскритиковать могут публично вас троллить на два минут смехаться мог знаете говорить там какие-то гаденькие комплименты по-разному но вы понимаете что все это идет в сторону того что вы якобы какие-то недостойные вы не умеете у вас что-то там не получается не срастается конечно же не все есть обесценивание бывает конструктивная критика но чем обесценивание вот такой вот особенно тотальное токсичное отличается от конструктивной критики акцент только на негативной стороне обратная связь которые не просили навешивание ярлыков отсутствие диалога отсутствие целостной картинки намеренное унижение в том числе публичное если человек вам желает добра и правда человек что-то там не так у вас заметил бы подойдет наедине человек вам об этом скажет но ведь такие обесцениватели им надо напасть навалиться с вот этой критикой что они имеют в виду по-настоящему то что вот стоит за вот этой вот склонностью все и вся обесценивать ну смотрите во первых такая линия поведения помогает человеку справиться с ощущением собственной неудовлетворенности ущербности несостоятельности собственной завистью то есть такие люди еще почему да вот так себя люди ведут и проявляют они там борются с конкурентами то есть вас они считают в чем-то для себя опасным это не обязательно речь про прямую конкуренцию там на работе или где-то еще в принципе вот у вас они видят какую-то угрозу и они на вас таким образом нападают следующее это их форма отношения к миру вообще то есть такой знаете скептицизм такая вот вот токсичность и кстати к себе в том числе такие люди нередко тоже не лучшим образом относятся еще зачем нужно это обесценивание тоже такие знаете очень утилитарные цели на фоне того кого они обесценивают они хотят выглядеть наилучшим там самым выгодным образом есть те кто неосознанно несут вот этот вот сценарий они пессимистичные они депрессивные они очень такие критичные часто несчастливые и из них вот это вот льется потому что в них другого просто ничего нет к сожалению таких людей правда немало и не нужно да вот каждый вот это вот обесценивание воспринимать как какой-то ужас ужас и бросаться им что-то доказывать сначала честно разберитесь почему человек такой как правило вот такой тотально обесценивающий человек он во многих условиях плюс-минус такой он в разной среде все равно будет таким вот этот вот человек основные типы вот таких вот знаете обесценивать или понятно что в чистом виде никакой тип не существует и многие комбинируют совмещают в себе эти типы но все равно через вот эти ролевые модели мы очень хорошо можем понять вот таких типичных обесценивать или первый тип это знаете такие белопальтовые правильные святые гуру но по-честному ханжи в общем то которые знаете декларируют ценности мораль нравственность они точно знают как надо воспитывать одеваться зарабатывать жить честно и правильно только у них у самих жизни там далеко все нечестные неправильные несчастливо но они любят вот создать вот образ вот рассуждать размазывать на эту тему да просто по сути самоутверждаться за этот счет там и и этим прикрывать свои собственные какие-то может быть не совсем достойные проявления в жизни следующий тип обесценивателей тупо завистники вот такие знаете завистники по жизни у человека что-то не клеится человек где-то не ресурсен человек где-то слаб то есть все все его ли ее не устраивает и вот вот здесь он или она видит угрозу вот здесь он или она видит какую-то проблему и лучше я нападу я обесценю я раскритикую хоть как как-то себе на время дам облегчение я хоть как-то себя смогу убедить в том что я ну типа там не настолько все у меня плохо там есть какое-то будущее следующий тип обесценивателя это знаете такие тираны привыкшие исключительно командовать доминировать те кто считает что есть вот их мнение и есть мнение неправильное использующий сплошные подстройки сверху там позиции контактировать с миром и с окружающими людьми только с позиции я тебе диктую и я говорю и я так считаю а другой тип вообще совершенно другой закомплексованные то есть те которые сидят в каком-то своем комплексе в какой-то своей травме в каком-то болевом сценарии при этом обладающие достаточно такой степенью агрессивности пусть даже и пассивные агрессии чтобы транслировать это во вне то есть они себя уводят от вот этой травмы они себе доказывают что на самом деле и другие тоже не настолько счастливы и у других тоже все плохо по сути это такая вот кривая проработка их собственной травмы идет и такая вот кривая компенсации этой травмы идет за счет такого поведения следующий тип обесцениватели это в принципе манипуляторы люди которые сами для себя придумали такие знаете четкие техники четкие какие-то механики с помощью которых они управляют людьми вот здесь вот я тебе указал на твои недостатки и вот ты уже хочешь перед со мной выслужиться передо мной выслужиться ты больше стараешься для меня вот я тебя здесь завиновател все ты будешь чувствовать себя слабее соответственно я в этой ситуации буду на коне вот я создал тебе этим дискомфортную обстановку и ты стал более податливым ты каким-то образом да на меня по-другому реагируешь то есть там конкретные такие утилитарные цели во всем этом есть как себя от всего этого защитить это могут быть ваши коллеги родня вы можете в принципе каждый день во всем этом варится тем более если вы например там до публичный человек или ваша работа в принципе связано со взаимодействием с взаимодействием с людьми главное что стоит себе говорить и о чем напоминать я не буду на это реагировать и в принципе тратить на это силы если это не существенно для меня если это для меня не имеет никакого веса лучше развивать внутреннюю устойчивость внутреннюю опору то есть вы должны сами для себя знать что я иду своим путем я иду в направлении своей цели мне классно мне нравится моя динамика какая разница кто там какие свои компенсационные сценарии реализует кто чему там завидует у кого что болит пусть этот человек пойдет и поможет себе сам следующее не бойтесь открыто давать отпор тем кто борзеет борзеет кто каким-то образом в негативно может повлиять на вашу репутацию если это ваши коллеги если это там еще люди с которыми вы часто контактируете на моем канале уже не раз были видео как ответить на хамство как ответить на критику пожалуйста можете пересмотреть этот ролик там все все рекомендации есть они подходят абсолютно и для таких ситуаций тоже не надо пытаться к этим людям втираться в доверие завоевывать их расположение заслуживать какую-то их похвалу вы так просто ставите себя в позицию снизу зачем чем эти люди вам так нужны и полезны не оправдываетесь они не стоят того если есть возможность игнорте обесценивайте обесценивайте отшучивайтесь помните что многие люди вот так вот себя ведут из-за страха из-за собственной неудовлетворенности то есть такие вы знаете обесценивать или по жизни это люди с очень серьезными глубинными проблемами это люди не особо счастливые не от счастья не от расслабленности они так себя ведут так что лучше им это прорабатывает да вам жить своей жизнью к сожалению очень много таких типажей будьте к этому готовы друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как коуча как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч